Всем привет! Это игра Car Mechanic Simulator 2015, а это машина Salem Spectre Fastback. Ну или если сравнивать её с чем-то настоящим, то я сказал бы, что это Ford Mustang Fastback 1996 года выпуска. Да. В общем, чем же примечательен данный автомобиль? Вообще ведро. Ну, по виду, по крайней мере. Ну, правда, я не заморачивался его внешним видом, он выглядит просто ужасно, но сама его суть это очень мощный двигатель. Как по мне, это самый мощный двигатель V8 OHV, который есть в этой игре. Ну, может есть чуть-чуть мощнее, но я не знаю, что с ним нужно сделать, чтобы сделать его ещё мощнее. И давайте я вам покажу его мощность. И для этого мы отправимся на Династэнд. Династэнд. Погнали. Ну что, давайте проверим его... Короче, тест-ран. Да. 300, 400, 500, 645 лошадиных сил. Как по мне, это просто дохрена и больше. Поставил я на него просто всё самое топовое, что можно найти. Если вам интересно, что я могу заснять видос по его сборке. Это долго. Ну, ничего, мы что-то придумаем. Но есть небольшая проблемка. И какая же это проблемка? А проблемка такая, что на данном этапе игры, на данном этапе развития игры строят такие машины совершенно бесполезно. Для того, чтобы вам доказать это, мы пойдём на Драг Стрип. Погнали. Итак, я перешёл на Драговый трек. Лучше скажу, трек для Драг Рейсинга, потому что Драговый трек как-то дерьмово звучит. И в чём суть? Давайте попытаемся тронуться. Для того, чтобы мне было легче это сделать, я буду пытаться это делать со второй передачи и с максимальных оборотов. Потому что на данный момент, со всеми проверками, я понял, что это наилучший способ. В определённый момент, когда её заносит, нам лучше отпустить газ. И вот нас всё равно занесёт. Как ты не крути. Давайте попробуем ещё раз. Давайте попробуем с первой. Может быть, я рак. Итак. Пробуем, пробуем. Нас начинает заносить. Переключаемся. Нас снова начинает заносить. И вот только сейчас, только тогда, когда машина достигает 80 км в час, нам нужно отпустить газ. Пробуксовка пропадает. И только потом, только потом мы сможем нормально тронуться. И то. У нас есть вообще 600, сколько, 45 лошадиных сил. Но при этом из-за этой проблемы минимальное количество секунд от нуля до сотни, которые у меня получалось, это 5,9. То есть, 6 секунд. Вы представьте, 600 лошадей и 6 секунд. Поэтому на данном моменте, на данном этапе развития игры, строить такие машины немного нет смысла. Почему вы это увидели? Потому что, ну, если бы, допустим, разработчики добавили драговые колёса, вот эти, знаете, такие большие, у которых хорошее сцепление. Я думаю, эта машина с её, в принципе, маленькими размерами, я думаю, небольшим весом. И что самое главное, из-за того, что эта большая V8, огромным крутящим моментом, смогла бы, ну, стартануть, ну, за 3,5. Вообще без проблем. Без каких-либо проблем. Либо можно было бы, не знаю, если мы ставим на неё какие-то новые детали, может быть, нужно было бы поставить какие-то помощники. Типа, лаунч-контроль, это контроль сцепления, там, антизаносы, антипробуксовочные системы, ну, в общем, такое. Потому что, вот, да, построил я тачку с очень мощным двигателем, но реализовать эту мощность на треке я никак совершенно не могу. Может быть, у кого-то есть интересные моды по этому поводу. Кидайте им, пишите им, точнее, мне в комментариях, или там, я оставлю ссылку ВКонтакте. Будете мне кидать. Вот, как-то так. Поскольку, ну, сейчас я потратил много времени на этот двигатель просто ради того, чтобы пофапать на циферки. Как-то это, по-моему, глупо. Правда глупо. И немного обито. Потому что, когда я купил эту тачку на аукционе, она, по-моему, ехала 9 секунд, может, с убитым двигателем, там, слабеньким. Я построил двигло на почти 650 лошадей, на неизвестное количество ньютонов и 5,9. Может, я рад, может, можно что-то включить. В общем, да, я хочу следующим проектом сделать мощный очень двигатель, но уже на полноприводном каком-нибудь автомобиле. И попытаться на нем, скажем так, сделать минимальное количество секунд разгона, отравляя до сотни. Надеюсь, вам будет это интересно. В общем, спасибо за внимание. Всем удачи. Увидимся в следующих роликах.